Кто-то сказал, что у нас недостаточно времени, у нас на самом деле и денег не хватает, но видение не требует много денег. Как нам выбраться из этого бардака, который связан с долговыми обязательствами? Это, можно сказать, даже не европейский или не американский кризис, а североатлантический кризис. Какие шаги нужно предпринять уже сейчас? Я бы хотела согласиться с тремя европейскими премьер-министрами, которые говорят, что нужно комбинировать структурные реформы и меры жесткой экономии. Но фискальная экономия, скажется, приведет к результату для экономики через годы, может быть, через пять лет, как мы видели в Великобритании или в Греции, в Германии. Реформы занимают время. Поэтому, когда вы говорите, как работать с долгом, с долговыми обязательствами, вот господин Проди сказал, что нужны отдельные выборочные меры, на меры нужны деньги, а это опять-таки долг. Нужно немножечко фискальную экономию снизить, получить какие-то гарантии от международных организаций, такие как Европейский Центробанк, МВФ, что они подпишутся под государственным долгом различных стран. Это было предложено финансовым министром Польши, опубликовано в Financial Times на прошлой неделе. Предлагалось, чтобы деньги были выданы южным странам для того, чтобы они потратили их на структурные реформы. И эти реформы должны осуществляться до того момента, пока мы не получим позитивные результаты от этих реформ. Потому что мы не даем даже им шанс проявиться результату. В Великобритании и Германии такие жесткие меры привели к результату, но с годами. Спасибо.